Продолжение следует... Продолжение следует... То есть мы можем говорить о том, что вот такая большая программа – это по докладам и сообщениям. Сколько было участников, мы посчитаем чуть погодя. Но, во всяком случае, будем считать, что если 170 человек вместе с видеодокладами было, то значит около 200 участников было. Значит, кто был с нами? Продолжение следует... Продолжение следует... Так у нас два раза написано по-разному. Вот такие страны заявлены. И практически все активно участвовали. Но сегодня гости иностранные, они участвовали... Таиланд, Майлазия, Турция. Они сегодня участвовали в работе с представителями сибирского отделения, были на экскурсии, на собраниях. То есть у них еще плотный день. Вы же уже приехали, да? А, понятно. То есть у них все еще продолжается. Если говорить о крупнейших библиотечно-информационных центрах, ну, РГБ была с нами, РНБ, российская национальная была с нами, библиотека медицинская была с нами, российская. Московский институт культуры, Санкт-Петербургский институт культуры, Кемеровский институт культуры, Алтайский с нами был. Республики были с нами, национальная... Республика Саха, Якутия, республика... Бурятия только вот мы как-то не пригласили. В смысле мы пригласили, они не приехали. Была Хакасия и республика Алтай. Вот они как-то традиционно на наши мероприятия не приезжают. Ну, я думаю, что мы... Да, 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 да. Вот это действительно уже традиционно. Мы уже поднимали этот вопрос везде. Я думаю, что на РБА мы встретимся и опять зададим этот вопрос. То есть Сибирь и Дальний Восток были с нами. Дальний Восток, Хабаровск подключался к нам. Они не приехали, но видеодоклад был. Урал с нами был, европейская часть нашей страны. В общем, все в порядке, все получилось, как мне кажется. Доклады были интересные. Был интерес, была дискуссия. Ну, если говорить, я могу о своей секции сразу сказать. Можно тогда? Нет? По очереди. Хорошо. Ну, то есть я... Вот это общие цифры. Передседатели скажут о себе или кто-то что-то не договорит. Я по количеству выступающих. Есть у меня сведения тоже. 17 марта мы традиционно начали с семинара интеллектуального управления наукой, бизнес-перспективой и будущей библиотек. Присутствовали ученые, подключались со многих стран мира, в том числе и выпускники президентской программы. Ну, традиционно этот семинар всегда вызывает очень большой интерес, очень много вопросов. Интересно, что четко было видно, что зарубежные ученые оптимистично встречают искусственный интеллект в библиотеках, а вот россияне очень практично и сразу же задают много вопросов, как это будет и во что это все выглянется. Для себя мы тоже сделали очень многие практические выводы, поэтому будем работать в этом направлении. Думаю, что в следующем году мы уже будем подводить какие-то вот уже итоги, что и делиться опытом, что сделано за этот год. То есть этот семинар будет традиционным и точно будет также включать ученых, экспертов и практиков из разных стран мира. Теперь хочу сразу же сказать, по 19 марта два семинара прошло, один из них российско-китайский научная коммуникация «Прошлое и настоящее». И будущее мы его ввели вместе с Алиной Николаевной Стеблянской из Харбинского инженерного университета и Николаем Евгеньевичем Каленовым. Николай Евгеньевич, можете сказать два слова впечатления о семинаре? Николай Евгеньевич, будьте добры. А потом мы перейдем... Да. Спасибо, Николай Евгеньевич, все понятно. Перспектив тоже много, на самом деле. В Китае самые разные организации подключились. От директора Института России, Фейлудзянской академии наук, до профессуры вузов, Харбина. В основном, конечно, это Харбин. И там проблемы от сотрудничества детей России, Китая, да, и продолжение конкурса «Введение России, Китая и будущего ВДО». Вот серьезнейших перспектив тут больше заинтересуют даже Институту СУРА, СУРАН, потому что по нефти, газу говорили. В общем, возможностей много по сотрудничеству. Следующий семинар мы провели российско-балканский диалог, опыт и перспективы. Мигель Хайрович Паласио. Он считает, что это лучшие модераторы вообще конференции без ложной скромности, да. Ну, почему я... Да, аплодисменты, видите как. Мигель Хайрович, пожалуйста, два слова о семинаре тогда и о ваших впечатлениях. Так, и о себе. По привычке к микрофону на сцену. Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно выступать от нашей делегации, от вратегии иностранной литературы. Единственное учреждение, которое не было упомянуто в длинном списке участников нашей мероприятии. О, можно сказать, это КПНТБ России. Пролетело незаметное это время, замечательное здесь, в Бердске, в Новосибирской области. Наша иностранка представлена тремя специалистами. Это одна из самых, наверное, многочисленных делегаций, и мы этому очень рады. Впервые такое массированное, я бы сказал, участие со стороны библиотеки иностранной литературы. Неспотая на то, что упомянутый Ириной Владимировной семинар, посвященный российско-балканскому диалогу, по большей части прошел в дистанционном формате, не без объяснимых технических причин, факторов, мы считаем, что, конечно, это один из самых, на мой взгляд, значимых, особенно в международном контексте, событий этого форума. Все мы прекрасно понимаем значимость укрепления отношений через науку, через культуру, через общие ценности, через общее исследование России со странами Балканского полуострова, укрепление отношений в межславянской, в славянской семье наций. Мне кажется, что наши встречи, которые мы провели и в рамках основной программы, и то, что называется «На полях», особенно в рамках рабочего заседания вчера в прекрасном зале «Эльзас» в вечернее время, очень эффективно, и лично для нас, для нашей делегации, которая присутствует здесь, прекрасные дамы Дарья Александровна Белякова, Светлана Зимодра, это стало очень хорошей возможностью для установления новых рабочих контактов. У нас уже просто гастроли по России, в том числе научно-техническим библиотекам, что важно для гуманитарной библиотеки сейчас выходить за свои пределы, скажем так, узкой специализации, и развитие контактов, связей, проектов с нашими давними партнерами. Так что я позволю всех нас поздравить с успешной встречей, такой замечательной человеческой теплой атмосферой, и пожелать всем нам, когда мы разъедемся каждый по своим городам, по своим регионам, продолжать рабочие контакты с таким же энтузиазмом, с такой же открытостью, которую мы наблюдали все эти, к сожалению, так быстро полетевшие дни ЛИБВЭД-2024. Спасибо. В этот же день, уважаемые коллеги, работала секция библиотеки в инфраструктуре открытой науки. За открытой наукой, как Леонид Шрайбер говорит, будущее, и вы с ним согласны. Наталья Степановна, пожалуйста. В нашей секции есть чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы. Действительно 16 интереснейших, актуальнейших докладов, которые прозвучали на нашей секции. Более того, мы провели в рамках нашей секции викторину по итогам полученных знаний в области открытой науки, и у нас определился победитель этой викторины, который получил ценнейший приз. Это у нас Валентина Викторовна, помашите нам ручкой. Валерия, не, не, извините. Да, я прошу прощения, да, ценнейший приз. И, естественно, мы определили лучший доклад. Ольга Борисовна, помашите ручкой, она тоже получила прекрасный приз, как мне кажется, от нашей секции. И в итоге мы провели еще очень интересную дискуссию. Несмотря на то, что необходимо было срочно выезжать, мы ждали до последней минуты и отправили наших сотрудников. Дискуссия состоялась, мне кажется, и состоялась наша секция, как и конференция в целом. Спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Подтверждаю, слышала только самые лучшие отзывы, и уже коллег зовут поработать в Кыргызстане. Ну, в смысле, провести конференцию, а поработать мы еще и не отпустим, да. А, так, крылеческая секция, Элина Борисовна. Вы слышите меня? Да, конечно, если можно. Хрилеческая секция работала в этом зале, работали они активно. Я им немножко помогала. Позвольте, я доложу в их результатах. Прозвучало 11 докладов, были у нас и подключения тоже. И, что очень важно, с нашей точки зрения, вели эту секцию областные библиотеки, центральные библиотеки, субъекты федерации. Это была Новосибирская областная научная библиотека, начальник отдела краеведения, и Национальная библиотека Республики Саха. И все у них получилось. Все было хорошо, и действительно, но краеведческая работа, она там и сосредоточена, да. Это вообще, они этим живут и очень гордятся. Спасибо. Спасибо, спасибо, Елена Борисовна. Наука библиотека общества грани взаимодействия. 20 марта, мы переходим в следующий день. Мария Александровна Плешакова. Да, пожалуйста. На секции наука библиотека общества грани взаимодействия было представлено 13 докладов. Еще мы заслушали три доклада, которые нам прислали в видеозаписи. В целом, работа секции прошла успешно. Все доклады были очень интересные. Более того, некоторые доклады вызвали бурную дискуссию. Я думаю, что все остались довольны. Все прошло на позитивной ноте. И всем желаем дальнейших успехов. Спасибо большое. Я, опять я, хорошо. Я тоже на позитивной ноте и коротко. Секция библиотека условий обеохменяющейся социально-культурной среды. Она состояла из двух частей. Первая была библиотека в научно-образовательном комплексе. 17 докладов мы услышали. И люди присутствовали в зале. И мы посмотрели в кино аж двух докладчиков. Вторая часть у нас была больше дистанционная. Выступил у нас Борис Родионович Логинов. Попал туда, в образование. Так получилось из-за связи. Санкт-Петербургский институт культуры, Московский институт культуры. Все они нас слышали. Все получилось. Проблемы образования важны. Мы обязательно продолжим обсуждение на РБА. Что хочу сказать. Спасибо большое ГПНТБ России, которая присутствовала и задавала активно вопросы. И действительно, это научно-методическое обеспечение как раз. Что важно и для вашей библиотеки, и для нашей библиотеки. И у нас появились новые даже темы для дальнейшей работы. И мы поговорили еще об Осибирской ассоциации академических библиотек. Там затронули проблему персонифицированного обслуживания ученых и задавали эти вопросы. Эти вопросы нужно решать уже в рабочем порядке. И мы увидели как бы лаконы, то, чего не хватает. И спасибо, что были в библиотеке СОРАН. Они, может быть, уже ушли. Может быть, еще в зале. Но это хорошо. Они нам прямо такие практические советы дали. Библиотека иностранной литературы. К нам приходила. Я исправляюсь. Я называю ваши библиотеки. Ну и библиотека, общество, наш проект. Все принимали участие. Очень активно. Спасибо. Коллеги, я хочу сказать, что библиотека ГПНТБ России ночью звонил Леонид Шрайберг. Он волнуется. Ему, конечно, я понимаю, что ему хотелось быть вместе с нами и тоже участвовать в этой конференции. Он нас всех поздравляет, приветствует и просит передать приветствие в том числе от ассоциации, ассоциации, национальной ассоциации, библиотеки будущего. Напомню, что создавали его вместе с Борисом Степановичем Елиповым. Ну и, в общем, как бы вот шлет вам всем привет и желает хорошей работы. Надеется, что в следующий раз он будет вместе с нами. Ну а мы переходим к сегодняшнему дню. И работали у нас секции книжные документальные наследия, проблемы выявления, сохранения и исследования. Андрей Юрьевич Бородихин, ведущий. Наша секция работала весь день практически только с одним перерывом, о котором я скажу чуть позже в конце. И должен сказать, что несмотря на небольшое количество представленных докладов, у нас всего было заявлено в программе 12 докладов, один не состоялся, не знаю по какой причине. И чтобы хоть как-то охарактеризовать тематическую составляющую всех практически докладов, я бы привел такую, знаете, кольцевую структуру. У нас было два видеодоклада, которые делали сотрудники Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси. Мы начали нашу конференцию докладом Александра Викторовича Стефановича, который звучал следующим образом. История бытования издания Николая Ивановича Новикова «Опыт исторического словаря» о российских писателях, выпущенного в Санкт-Петербурге в 1772 году. И в этом докладе мы многое новое узнали из жизни собирателей книг, из жизни истории библиотек, как Беларуси, так и ГПНТБ. И установили массу контактов, тем более книговеческого характера, между нашими библиотеками. Книги, принадлежавшие владельческим библиотекам разного времени и разного состава, оказывается, есть и в ГПНТБ, и в Национальной библиотеке Академии наук Беларуси. А завершили мы, закольцевав, так сказать, вот эту структуру нашей секции, нашего доклада, докладом накчинающего сотрудника в этой области, тоже представителя Беларуси, с докладом «Декоративное оформление поздних старообрядческих рукописей». И вот между этими двумя координатами, собственно говоря, и находились доклады сотрудников ГПНТБ. Хотя вы знаете, на самом деле, как оказалось, только в основном сотрудников ГПНТБ, потому что выступавшая от Новосибирской государственной областной библиотеки Ксения Николаевна Шелестюк, она является аспирантом ГПНТБ. Так что тут никуда не денешься. В основном ГПНТБ была представлена на нашей сессии, на нашей секции. Ну а завершить, я поддерживаю все выводы о результатах состоявшейся конференции. Один момент хотел еще подчеркнуть, что это здорово, что эта конференция проводится в марте, фактически в начале года. Она задает такой импульс на все остальные, оставшиеся вот эти 9 месяцев для научной работы, что, наверное, мы воодушевленные теми результатами, просто не будем снижать планку этого события, этого мероприятия. Ну а завершить хочу той репликой, которую одна из наших сотрудниц произнесла во время, так называемого, усиленного кофе-брейка. Она спросила, уходя от стола, а в 25-м году будет такая конференция? Спасибо. Спасибо, Андрей Юрьевич. В секции «Книжная культура в ретроспективе и современной проблематике». Антон Сергеевич Мительков. Что-что. Здравствуйте, коллеги. Я очень доволен работой нашей секции. Мы ее модерировали вдвоем с Юлией Александровной Сафроновой из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Прошу прощения, Европейского университета в Санкт-Петербурге. Было 18 докладов из них, два в режиме видеозаписи. И сложилась очень гармоничная структура секции. Первая часть, в нее вошли два, скажем так, установочных доклада Сергея Николаевича Лютова и Сергея Васильевича Козлова, посвященные теоретическим аспектам нашей темы, методологии, определениям и так далее. И затем были доклады, получать семь докладов, посвященных книжной культуре дореволюционного периода. Во второй половине были доклады, посвященные современности, и среди них был очень большой блок, посвященный самоздату и альтернативному книгоизданию, такой цельный, и в то же время очень разноплановый. Что следует отметить, еще достаточно гармоничное сочетание диалогов и монологов. Как-то мы всех и послушали, и успели поговорить в меру. И любопытно, что многие отмечали, как сегодня бы сказали, гиперссылки, ну или взаимосвязи между, непреднамеренной взаимосвязи между разными докладами, и в первой части нашей секции, и во второй части. В общем, я всем очень благодарен. Мне кажется, мы молодцы. Спасибо. Завершил работу «Круглый стол. Эго-документы в контексте культурной, социальной и политической истории России». Александр Леонидович, а, хорошо. Алексей Олегович. Добрый день. Значит, наша секция прошла в теплой дружеской атмосфере. Выступило у нас шесть человек. К сожалению, временно всех не хватило по ряду докладов. У нас был перебор по времени. Эго-документы – это достаточно новая тема для нашей конференции. Я впервые в этом году это направление научной мысли прозвучало на Легвее. Доклады были интересные. Выступали у нас как совершенно молодые представители Натальи Сергеевны Андросова, как и маститые ученые Александр Леонидович Посадков. Самый крупный доклад, посвященный коллекции документов Сибирского военного округа, научного общества, военно-исторического общества при Доме офицеров Сибирского военного округа. Екатерина Николаевна Туманник нам рассказала про читательские интересы Якушина. Также наш гость, присутствующий из РГБ, рассказал про эго-документы, связанные с казачьей, с историей эго-документов казачьего войска. В общем, нам всем очень понравилось. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что все у нас будет в записи. Мы все записывали, и сейчас мы продолжаем итоговое заседание тоже записывать. Поэтому через какое-то время можно будет зайти в наши соцсети и все увидеть. Соцсети наши полны новостями, самые разные. Фото у нас, посмотрите, Валерия работает, профессиональные, прекрасные фото всех этих дней. Поэтому тоже ссылки пришлем, выбирайте любые. Все красивые, невозможно. Мы еще сняли интервью, и Антон Игоревич уже ушел, они монтируют будет некий такой фильм по итогам нашей конференции. Так что мы сами про себя еще не раз расскажем, напомним и так далее. Но сейчас, конечно, нам хотелось бы услышать обратную связь. Мы, конечно, слышали уже в полуарах, мы знаем. Вот иностранцы наши до сих пор катаются по сибирскому отделению, они в восторге, чего мы им только не показали. Вот, они еще и не вернулись. Поэтому, если можно, скажите свои впечатления, особенно организаторы, Татьяна Прокофьевна, Вера Александровна, Наталья Сергеевна. Меня первой назвали. Уважаемые коллеги, во-первых, я скромная. Во-первых, всегда приятно оказаться среди коллег. Эта атмосфера действительно заряжает на весь год. И я хочу сказать, что в рамках сегодняшней конференции появились новые секции, новые круглые столы. И это тоже на самом деле важно. И даже вот обращение к эго-документам – это новая волна. Я надеюсь, что если круглый стол превратится в секцию на следующий год, то тогда уже активно примут участие музейные работники, архивы. И тут есть о чем говорить именно в направлении сохранения исторической памяти и направлении сохранения наших знаний о личностях, которые, может быть, не были велики в масштабах всей истории страны. Но это люди жили в то время, у них есть свои воспоминания, и благодаря им мы можем заполнить исторические лакуны, которые мы на сегодня с вами не знаем. И, конечно, я хотела поблагодарить организаторов за именно организацию конференции. Все очень комфортно, интересно. И самое главное – спасибо за свежий воздух, который на этой территории. У нас на премии 4 минуты. Общая фото. У меня пара слов. Значит, все тут хвалят организаторов, конференции и прочее. Я хочу сказать замечание, передать замечание, которое к организаторам. Хотя и сам как бы немножко к ним отношусь. Я вот уже в связи с спецификой своей работы, я имею связь со многими библиотеками страны. И мало того, во время этой конференции мне звонили. Постоянно задолбали. Выходишь, от Оренбурга до Владивостока. И я им говорил, извините, я на конференции. А они мне говорят, ну какой? Говорят, вы, наша, тут это. А что, нас не позвали? А чего это? Так вот, замечание нам, организаторам, поширше, поширее охват. И будет не 180, а 300. Мы бы поехали. Не одни, другие, третьи. Они даже не слышали. Понимаете? Это нам замечание. Вам, нам. Поширее рекламировать. Замечание скажется на премии, Сергей Романович. Выясним, кто не отработал. Коллеги, пожалуйста, прямо вот тут смело. Ну, по-моему, конференция прошла очень успешно, было интересно. Много я хочу поблагодарить организаторов. Действительно, проведена огромная работа. Ну, а замечание, собственно, такое, как и конференциям, которые ГПНТБ устраивает. Очень много секций, которые пересекаются в одно время. Собственно, ну, я понимаю, что время ограничено, но если бы можно было на один день увеличить, чтобы можно было посетить несколько секций. Скажем, вот я выступаю с докладом, а мне интересно на другую секцию пойти. Вот это замечание. Ну, это я понимаю, что независимо. Прекрасная организация, прекрасные условия. Спасибо большое. Буквально пару слов. Уважаемые коллеги, я от лица организаторов и от лица моего родного города Бердска. Я бердчанин, я здесь родился. И как бы очень рад, что такое прекрасное, на самом деле, научное, профессиональное сообщество посетило мой родной город. И я убежден, что вы еще не раз сюда приедете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное, что приглашают библиотеки. А мы, естественно, откликаемся региональной библиотеки Сибири, я представитель этих библиотек. И чем хороши эти конференции? Они хороши тем, что, как я уже написала в своих соцсетях, мы окунаемся в такую профессиональную среду, которую переоценить невозможно. И установлением крепких профессиональных связей в кулуарах. Слушать замечательно. А вот когда ты еще находишь здесь друзей профессиональных связей, это переоценить невозможно. За это вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне также хочется поблагодарить за прекрасную организацию конференции. Удивляет, конечно, география. Вы переплюнули всем. Такого не было никогда. Я уже 30 лет участвую в разных конференциях. Ну и, конечно, Либвей задает тон развитию, в принципе, библиотечного дела, библиотековедения, поскольку настолько высокий теоретический уровень и такое громадье планов, что другим библиотекам просто остается равняться на вас, и на вас за вами, и принимать участие вместе по всей. Хорошо. Хорошо оказаться в нужное время в нужном месте, хочу сказать. Правда, я так и не понял, чем отличается круглый стол от секции. По-моему, то же самое. Ну, круглый стол, это все-таки там какая-то дискуссия должна быть побольше. Но время нас настолько поджимало, дорогие друзья, что мы даже троих докладчиков наших вынуждены были, так сказать, хватать за фолды, попридержать, для того, чтобы выступили гости. Но мы их еще заслушаем, я думаю, с этими докладами, под другим названием, на какой-нибудь другой конференции. А так, в принципе, так сказать, какой вывод, что все-таки времени нам не хватило. Ну, гуманитарии, сами понимаете, да? Вот, Андрей Юрьевич говорил, что они весь день проговорили, да? Мы бы то же самое, но у нас, так сказать, нас сжали так во времени, что мы... Надо немножко побольше времени давать вот на такие, как говорится, болтологические, гуманитарные секции, как наша там и так далее. Вот, тогда у нас будет, как говорится, такое полное удовольство всех и вся, и всем. А так, в принципе, так сказать, оценка моя очень высокая. Позитивная, положительная, вот, и мы, так сказать, впереди планеты всей. Вот, но не только по количеству докладов, но и по качеству, я думаю. Вот, на этом я ставлю точку. Это и так понятно, говорит. Одно слово. Моё одно слово, это было во вступлении, когда я говорила о том, что библиотека – это душа академии, душа сибирского отделения, а душа должна быть живой. И вот тот живой диалог, который состоялся между нами, который был представлен в докладах на конференции. Так, наверное, меня не слышно, да? В докладах на конференции, в заседаниях секций, круглых столов. В этом огромная заслуга организаторов. Ну, если смотреть, в общем, мы говорим об организаторах, это встречи, проводы, программные, программные, все, скажем, программы, конференции. И я отдельно хочу поблагодарить комитет программный, что мы составляли по интеллектуальной вот этой основе, которая заложена, и логика, которая заложена в тематике, заседаниях круглых столов, секций. И я, ну, наверное, не смею согласиться с коллегами, которые говорят, что слишком много круглых столов. Это невозможно, чтобы все... Это свидетельствует о том, что огромный спектр проблем, которые обсуждаются, решений, идей. Это невозможно собрать всех в одном зале, чтобы все эти были... И вот секционная работа, она великолепна, я считаю. И это правильно. Это огромный труд, чтобы выстроить в логике и вот все доклады, которые представлены. Ну, я думаю, оценить. И те, кто будут выступающие, оценить их уровень. Я говорю с точки зрения того, что мы тоже проводим такие крупные масштабные мероприятия, но это большая работа. Я хочу поблагодарить за тот интеллект, который живет, будет жить и продолжать жить в библиотеке. За ту интеллектуальную составляющую, ну и сибирское отделение, ГПНТБ сибирского отделения. Это в настоящее время, это одна из ведущих библиотек, которая и методический центр, не только для библиотек Сибири, и не столько для библиотек Сибири, но я полагаю, что это и для библиотек и центральной части, и уральского отделения, и сибирского отделения. Большое спасибо всем. Ну и успехов в дальнейшем. Завершили конференцию. Завершили конференцию. Да? Спасибо.